Субтитры делал DimaTorzok 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 ДимаTorzok 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 Да, отрубит и всё Так, эг GA Хорошо Отрубает 8 секунд Эти всяanz Полежит Или дан спокойненько Забирает здесь руну Всё очень грамотно Сейчас делают поляры Меня только что было Крайне громко слышно Сделали себе потише Так что всё наверное У вас прекратилось Надо было За этим Просмотреть А я вроде как Менял Ну и что-то не поменялось Вот Сейчас всё нормально Главное что Всё хорошо Да. Так, ну и что ж, трипла снова насложен. Команда Майнсэнити. Тут пока что только два героя. Вполне, вполне. Когда у вас агрессивный герой, то он уже так и делает. Но в прошлой игре все было неплохо изначально. Смотри, меняются. Сразу понимают. Ну вот. В прошлой игре поляры долго что-то думали меняться, не меняться. Сейчас сразу просто. Не думая. Моментальный телепорт. Ну и Милидан уже здесь. Маг пока что. На, все, купил телепорт. Ой-ой-ой. На Гоге выход. Фессора дается, а там нету блинка. Прокращал что-то устрайк. Гоге. Такое вот непонятное ФБ. Ну в смысле непонятное? Очень даже неплохое ФБ. Только, конечно, должен был Гоге понимать. Прилетел тролль. Маг, возможно, еще не ушел. Кстати, Маг еще пока что остается. Нет. Кастует телепорт на базу. С фулманой. Сейчас сразу же прибежит, наверное, на нижнюю линию к себе. И выход. Выход от Майнсэнити. Без смаков. Просто наглые ребята идут в мидлейн. Там ПНВ стоит. Он засейвит. В случае чего. Это глупо. Курьера видят. Ой, ну как выходит. Мич. Тавра очень больно бьет. Фобос. Проблема. Пошли рейзы. Фобос. Минус. Минус Фобос. Бай. ФНГ выходит. ФИСУР. ФНГ. Не попал ФИСУР. Слушай, демод же вообще не нанес. Ну и Милан. Или Милан отсюда спокойно уходят. Да. Попал бы ФНГ, наверное, был бы фраг. Там Тавар начал бы бить. Плюс демод же от ФИСуры немаленький. Но не пошло. Ну и в итоге разменялись фрагами. 1-1. Мидер на оффлейнера. Довольно неплохой фраг сейчас, на самом деле. Муи немножко не с той стороны стоял ФНГ, где нужно. ФНГ бегал в районе руны. Да. Конечно, Фобоса жаль. Нельзя умирать. Снайперу так много. Тем более СФ получил ассистик. У СФ все вообще прекрасно. СФ еще и выжил. Третий с половиной левел. Все идеально. ФИСУРка забирает сейчас ФНГ здесь руну. Блин, просто не отдам. Так, ну и Милан здесь подшрапняли. Макс, это хорошо. Побежал с чилингтачами. Нужно убивать сейчас быстренько здесь Лизарда. Лизард вовремя откинулся станом. Ну и выживает. Выживает, конечно. Просто невероятно станом откинулся. Получается, Мак-то не застанил в ингу. Как-то вот прям в последнюю секунду успел. Красавец, Лизард. Ну отсюда уходит спокойно от топи. Или Дан очень сильно просел. Аркамбол, там Шэдоустрайк висит. Слушай, ой-ой-ой. Есть Сальва? Ну да, есть там отхили за чем и танго. 3 с хп. Ну, дотерпит просто, дотерпит, да. Он тоже не проживает, он знает. А здесь у нас, ты посмотри, что происходит. Милан гонит сейчас, причем неплохо. Фисурка не такая, как хотелось бы. ФНГ немножко не закрыл все-таки проход. Выживает Милан. И уходит Асус Полар обратно. 1-1. По-прежнему куча интересных моментов. Но фрагами они, к сожалению, не заканчиваются. Ну или, к счастью, возможно. Вот ФНГ просто побежал на базу. Да, как-то у него игра пока не задалась. Фиссура мимо. Ну, а маг назад на лейн возвращается. Элидан, как я понимаю, летит на ботом. Ну вот. Да, тут оставили просто одном Бристилл Бэк. Он себя чувствует великолепно. 11 крипов. Уже почти 4-й уровень. Ну и Элидан немножко пока проседает. Все же и опыта мало, и крипов добито не очень много. Надо Элидану стараться. Потому что пока все. Ну, хотя в прошлой игре было то же самое. Было плохо вначале, а потом Элидан проснулся. Да не то, что Элидан проснулся. Потом свапнулись линиями, и вылетела Мартретка. Вот и все, в принципе. Я бы не сказал то, что Майнсэнити там выступали хуже. Так сложились обстоятельства. Ты посмотри. В смоках Шейкер носится здесь. А куда будет выходить этот Шейкер? Шейкер ждет ганг, я так понимаю. Потому что нету двух саппортов. Два саппорта находятся в собственных лесах. На карте их не видно. Ну и ФНГ надеется сейчас. Поймайтесь кого-либо. Ну, Милан аккуратно играет, не подставляется. Там на ХГ не заходит. Как-то некоторые любят делать. Агрессивнее чуть нет. То есть, даже если будет фиссура, а чем убивать фобус без ультимейта? Дэмэджа не хватит. Есть шрапнелька. Есть замедло. Есть какой-то уже урон. Можно отстреливать. Если грамотная фиссура, то, понятное дело, можно убить. Но, как ты уже сказал, не подставляется на Милан. И правильно делает. Ну, и бегут саппорты. Команда Майн Санэйти юзаются с Маки. Ну, вот фобус, кстати, подставляется. Вот так вот заходит. Достаточно далеко. Там у нас, тем временем, на ботами. Или да. Саппориш нам убивает. Бристалл Бека. Слушай, как эндэмэджа-то хватило? Ну... Ну, там челезар. Фулл проказ, да. Там еще и колдфит. Лизард. Выход на фобуса. Пошел к конкассе. Фиссура дается неплохая. Сразу телепорт. Спирит брекера. Фобус. Ой-ой-ой, как фобуса здесь убили. Ну, и Лизард должны, конечно, разменивать сейчас на него. А убежит ли ФНГ? Да. Убегает ФНГ. Интересно. Интересно. Слушай, ну 0-2. Ну, беда пока. У фобуса все плохо. Хотя, благо есть крипстат. Но вот два фрага уже потеряно. На пятой минуте. А Шадоу Финта получает фраг. Сразу там души прилетают. Есть и ассист один. Летит там ботиночек придачу. Все неплохо. У Милана достаточно. Да, посмотрим, какой билд выберет этот СФ. Потому что я уже билдов видел, наверное, штук восемь за последние два месяца. Я видел и Сашу Яшу там от Блэка и что-то подобное. Посмотрим, будет ли здесь Мека. Посмотрим, будут ли здесь ветра. Мека-то навряд ли. Мека обычно все же тарится для пуша. Здесь пушеров-то и нет особо. Кто здесь будет пушить? Да никто. Нет какого-то героя. Но все равно, когда у тебя тонкие герои, Мека довольно неплохо помогает. Возможно, какой-нибудь даже присталбэк просто соберет Мекку. Такое тоже возможно. Да, вполне. Вполне. Так, ну и смотри. Тут у нас стоит рядом Митч. Ну, Миледана убивать сложно. Миледана достаточно плотная. Много армора. Еще и стики в придаче. Нет, тут роля попробуй убей. Это вообще будет чудеса. Миледан сам пошел. Константин немножко просел. Ну и ФНГ. Фобоса ультимейта до сих пор нет. Нужен ультимейт. Без ультимейта сложно убивать. Просто не хватает. Немножко дэмэджа. Там 100, 200. Но немного и как бы герой уходит. Лил. Выходит. Пошли топорики. Митч. Проблема. Эншин стил в ответ. Ильедан там очень больно. Ильедан стики прожал. Да, и со стиками спокойненько уходит обратно. Сейчас хороший фраг. Хороший действительно фраг. Для Асус на развороте я бы не начинал. Смотри, что Мак творит. Пошел за курьером. Раз. Тычка. Баша, курьер. Да ладно, еще раз. Три баша. Просто три баша по курьеру. Жесть. Да. Уже вообще маленький шанс. 17%? Три удара подряд. Нормально. Играем. Надо написать потом Макру. Сказать, что ты вообще делаешь. Ильедан слишком мало здоровья. Нужно его здесь какой-то сальвой сейчас отпевать. Иначе его в прямом смысле отопьют потом. Да. Я бы, конечно, наместили. Да, она так нагло здесь не фармит. Ну, хотя... А там, кстати, курьер был с ботлом. Ты видел? Пустой ботл лежишь. Shadow Fincher без ботла. Но это беда. То есть Милана здесь шрап 0 похарасила. Все. А Милан здесь уже будет страдать. Но вот от ФНГ пользы мало. В данный момент. Да, у него есть фраг. Но как-то он здесь стоит. Стаки. Мы видим здесь стаки. Стаков нет. Он просто стоит, сейвит снайпера. Да. Он просто сейвит снайпера. Ну, снайпера 0.2, как бы. Особо сейвить не получается. То есть первостепенная задача шейкера не выполнена. Так, здесь выход на ботами. И Лидан. Пошел тут страйк. Я говорил про Лидану, то что не стоит ему засиживаться, когда у него остается буквально 300 хп. Вариант не из лучших. Гоги моментально прилетел. Это реализован даже без ультимейта. Просто через скрим. Скрим там замакшен. И дэмэдж огромный. Но вот квапа. Кстати, мы квапу не видели. Всю игру, по сути, они не говорили. А тут уже ИПТ. Тут нул Талисман. Тысяча золота. Боттл. Вполне неплохие артефакты. Восьмой минуты. Топовый нетворс на карте, да, сейчас. И крипта тоже. Итанайв хватает. В общем, пока все. Гоги неплохо. В отличие от прошлой игры. На мид. Будет ли выход. Но тут Винга стоит, да. Есть дабл дэмэдж. Есть дабл дэмэдж. ФНГ должен, наверное, сейчас забирать от дабл дэмэдж. Нет, ФНГ. Решил убить Лизарда. Хорошо. Покричал сейчас. Ой-ой-ой. Фиссура не очень качественная. Но хорошо. Да, Снезерстрайка влетел. А дальше? Будет ли продолжение? Почему бы не подраться? Красотин пошел. Ну вот нет, как бы здесь насало. Никак не замедлить никого. Придется тупо уйти. Фобос. Фобос. Очень больно сейчас стрелять. Ты посмотри, сколько дэмэджа. И Фобос убивает, действительно. Мне, конечно, надо было стрелять даже без ультимейта стоять. И там был дабл дэмэдж. Было бы очень больно. Ну и маг, смотри, здесь уже не уходит. Стики. Прожал стики. Там много шагов слишком было. Шансов было маг. Ну слушай, в этой игре мои инстанинсы выглядят посимпатичнее. То есть здесь все отыграют хорошо. Да они изначально в первой игре тоже выглядели довольно симпатично. Этот лизард, да ничего. И потом, я говорил бы, в чем была проблема. Я бы не сказал то, что Асус Поллор выиграли только из-за этого. Конечно, что там вылетел Фантом Ассасин. Но все же... Хороший буст им. Сделал керри команды Май в Инсэнити. Вот квопа уже 1200. Что будет фармиться? Может быть, какой-то арчить классический. Может быть, сразу аганим брать Гоги. Потому что все же чистый демод, что ультимейт. Никакие БКБ не спасают. Ну... Посмотрим. Лидар, кстати, на ботами. Доминатор себе прикупил. Ну, Лидар в армии. Стандартный-то билд. Ничего необычного. А Фила, доминатор, стики, топорик. Все вполне очевидно. Четыре тысячи нутворца. Да, сейчас будет появляться Саша с Яшей. Все неплохо здесь. Убивает Квин оф Пейн. Да, и квопа уже никуда не уходит. А просто станы бесконечные. Гоги даже не спел прожать ничего вообще. Хотя ПТН силу поставил. Ладно. Поставил ПТН силу, и все на этом закончилось. Фобос, Фейсбутс, Аквила. Ну, опять же, все стандартно. Что будет дальше? Будет ли какой-то Майл Штром? Будет ли Масков Мэднес? Как бы варианты-то есть. Ну, насчет Момо, я не знаю. По-моему, так себе. Тут Бристал Бэк, тут Шадо Фин. Там такой дэмэдж, а Фобоса всего 700 хп. Либо Яшу собрать. Ну, посмотрим. Не хватает пока хп. Просто хп не хватает. Там просто кусок сейчас оторвал. Иллидан от Скаймага. Бегает с Волчонком. Довольно неплохо дэмэджи, конечно, ему дает. Так, и наглеет. Наглеет сейчас меч, но меч он визе. Все у меча хорошо. А здесь на пол. Смотри, смечается абсолютно все. Ну, и Смоук будет. Здесь, по ходу, убийство Лидана. Хотя рядом есть маг. Ну, магу пока ультимета не будет 20 секунд. Успеет ли? У нас как-то медлит. Майн Сенити слишком долго. Думают, свапа нет. И что? Ну, вот сейчас как раз-таки Лидан будет идти фармить лес. Или нет? Или не пойдет фармить лес? Нет, или да, но ходит. Кончился, кончился инвиз. Всех уже увидели. Идут на развороте. Смотри, идут Ахус. Говорят, поехали, без проблем. Лизард. Пошел разгон. Стан. Должен быть стан. Стан в мага. Не попадает. Хорошо. Быстренько сбрели Лизарда. Константин также будет здесь погибать без вариантов. Это уже минус 2 у нас. Погоня за Мичем. Также и Гоги. Очень много неприятностей. Ну, Мич, там разгон пошел. Еще и Гоги можно подцепить. Ладно, а что не... А, ну, ХП мало у мага. Так, Гоги на развороте еще пытаются воевать. Есть, в принципе, скрим. ФНГ. Офиссура. Гоги проблемы. Гоги очень больше. Хорошо еще и застанил сейчас ФНГ. И ты притрясающе. Потрясающе. Да, и моментально отсюда улетает. Ну, в итоге был там ультимейт от Квапы. Он вообще не почувствовал. Все как будто его и не было. Там полетел, по-моему, ультимейт по троллю, по Баратрум. А там столько ХП. Вообще. У Баратрум уже 1100 ХП. Маг вообще не чувствует никакой демош. Урна, стики. Да. И армора хватает. То есть, вот маг, он круто инициирует. То есть, сами пошли, по сути, в Майнсценте, сами пошли себя убивать. И вроде все оказалось хорошо. Так, инвиз кончился. Инвиз кончился в ту секунду, когда вышел скаймак. Они стояли, наверное, секунд 10 и ждали чего-то. Не знаю, почему не пойти по таверу. У вас как бы есть герои, которые готовы танковать. Я не знаю, убить, уйти, и все. Ждали, и в итоге инвиз кончился. И Асусы на развороте делают фраги. Вообще непонятно как, зачем Майнсценте. Не знаю, то ли они хотят выигрывать, то ли что. Но вот у Бристалбека есть вангард. Ну что, будет какой-то Кримсон, Ферст Айтем? Да, скорее всего, будет появляться Кримсон Гвард. Нужно как-то спасаться от Баттл Трэнс, от этого. Довольно-таки сильно пробивают. Ты видел, что творил с Бристалбеком в прошлом файте? Он-то вообще почти... В Айс Бласт он просто попал. Там Айс Бласт, там ультимейт от Братрума пошел. Всего понемногу. Ну и покупай тебе Фобус. Все же Маск от Мэднесс. Ильдана, просветили сейчас в Эфм Террор. Просветили, да не убили. Так, на Бот, там будет ли выход? Мак. Пока ждет. Мак. Ну там прям рядом-то саппорт, и очень беда. На Константина пошел Мак. Разгон Айс Бласт. Опять же Айс Бластик и умирает. Умирает здесь, конечно. Ой, а ты посмотри, что творится с ФНГ сейчас. ФНГ очень больно пробили. Хорошо, разменялись один в один, и саппорт ему и уходит. То есть, не просто так Асусом сейчас достался этот фраг. Да, конечно, Бристалбек герой поважнее, чем Шейкер. Это все мы прекрасно понимаем. Но все же терять кого-либо... Забыли мы на секунду про Милла. У него уже есть Огр Клап, Афилла ПТ. Ну и будет выход фаст, как бы в ТП-аут. Ильдан забашит. И... Нет, не получилось забашить. Ну, а то Мага надо спрашивать, как башить нужно, с каким шансом. Ильдану что-то не пошло, да. Маг там сейчас расскажет, действительно, Ильдану. Что нужно сделать? Так, ну и смотри, Гоги покупает поинт-бустер. Будет Аганим, Ферст Тайтл, но... Там кулдаун, как бы, 40 секунд. Это круто. И дэмэдж огромный, но... А если был бы Орчит? Хотя в кого-то Орчит кидать. Снайпера? Да, действительно, Орчит здесь особо-то лучше не нужен. Максимум, только убивать Шейкера какого-то через Орчит. Но... Шейкер не стоит этих денег. И на Рошана сейчас заходят сами Майн Сенити. Минус армора есть. Правда, нету медальона, но и без него. Там Шедоу Финт да очень много дэмэджа. Прис Бристалл Бэк. Постоянная Насала, минус армора от него. Да, да, там еще и Шедоу Финта. Спасивочку-то прокачал. Все знает. Ну и Рошан падает быстро, а Асусы даже не подозревают. Ну, может, подозревают, но... Не успеет уже. В любом случае. Да, Аегис для Милуна. Хорошая прибавка и по деньгам, и плюс к этому появляется Аегис, Бессмертие. Можно идти в Тимфайт. Кстати, они не так уж и много выигрывают Асус Поллор. Я думал, что там графики уж совсем взлетели, а всего лишь тысяча. Тысяча золота, пятнадцатая минута. Действительно, ничего. Такого прям важного Майнсэнити здесь еще пока что не проиграли. Семь тысяч Нетворс тролль. Шесть восемьсот Нетворс у Милана. У меня Милан побежал. Ну, побежало все. Ну, вот понимаешь, Милан просто во всех этих Тимфайтах даже не участвовал. Он просто фармил. Он забил на все Тимфайты. Ну, вот что был Баратрум там, врыв от Бристлбэка, там вообще не было Милана. Без БКБ нельзя драться с Фом. Конечно, бесполезно. Милан тысячи ХП, без проблем там его рассыпают. Даже Бристлбэк это рассыпают. О чем вообще про Милан? Айсбластик. Потрясающий Айсбласт. И Гоги минус. Константин пытается драться. Понимает, что умрет. Хорошая ХСЛМ. А дальше что? Все очень хорошеные, кстати, у вас у Споллор. Нужно убивать Милана. Нужно хотя бы Айгис выбивать. А некому. Вообще, все такие красные. 70 хп, 80 хп. И уходишь же. Списура. Ну, Лизард-то подцепил, но Лизард-то очень острый сейчас. И все. Слушай, только Милан с Баратрум, так нормальный файт выходит. Там поднимаешь дофин 300 голды, вполне неплохо. Но, правда, все прожали. И Реквиум пошел. И Соник Вейв. Да, как же больно сейчас было, Асу Споллер. То есть, замедло с Реквиум оф Соулс. Демаж с Реквиум оф Соулс. Соник Вейв сходу. Невозможно это все дело терпеть. И БКБ. БКБ есть уже у СФ. СФ-202. Вот надежда сейчас. Майн Сейнти, это Милан. Ну, да. Если, в принципе, опять же, он врывается, там демажа много. Плюс Реквиум, плюс Рейзы. Плюс, опять же, Физ урон. Вот БКБ его будет остановить сложно. Как его? Ну, хотя Баратрум, если ультанет, можно как-то забашить, постараться. Но тут еще и Бристал Б, который постоянно файтит. Он же начинает своим спреем наваливать. Кажется, не видно. Там такой демаж. Два стака, три стака. И беда. Ну, вот купил себе ПТ. 200 золота. Курьер пустой. Ничего нет, пока Константин ничего себе не выформил. Особенно, и тут будет ли выход? Выходит Лил один. Такой вот своеобразный байт. Да. Разгончик. Ну, да, забайтили. Отлично. В итоге Константин подставляется, ловит все. Замерз. Замерз. Вообще просто. Как же много урона. Очень много урона, очень много контроля. И примерз, и фиссура, и Незерстрайк, и Чардж. Там все абсолютно вошло в этого Бристалбека. Он особо-то понять-то, наверное, даже не успел, что с ним произошло. Ну, увидел Париж, но думаю, да нормально, пофармлят. Тут как бы выходит армия неожиданно с этих лесов. Ну, в лесу нету вардов команды Майнсэнити. Вообще вардов не очень много у команды Майнсэнити. Смотри, только на Миду один стоит, получается, да? А нет, еще на Рошанину. Ну, вот как-то пока Вижен скудный. То ли до варди, то ли что, непонятно. Да и у Асус Полвардов на рунах вардики стоят. Ну, Асусы-то сами бегают, они как бы не отсиживаются. Пока вот Майнсэнити все же немножко до дефа играет. Все равно как-то вот видно, что к лейнам подходят осторожно. В отличие от Асусов, которые постоянно бегают, атакуют. Хотя по графикам, опять же, разница вообще. Тысячи пациентов золота — это копейки. Это вообще ничего не стоит для 18-го минуты. Милан. Говори, говори. Да не, не, я уже. Смотри, кстати, появляется тролля Сенж-Яш. Ну, классика. Тут ничего необычного. Да-да-да, Милан, я вот хотел сказать, что он выходит в топ по Нетворсу. Есть уже БКБ и 1400 сверху. Поэтому нужно убивать СФ как можно больше. Ну, да. Этот Милан слишком опасная сейчас вещь для Асус. Ну, пока он просто фармит. Просто фармит, его не трогают. Он там в файтах не подставляется. А если подставляется, то очень... Ну, опять же, с БКБ убивать будет реально сложно. Если только все магии в него кастовать. Ну, не знаю. Снайпер. Дмитрий Лохаммер везет себе рецепт на Майл Штром. Ну, Фобус начинает наваливать очень быстро. Неприятно. Смотри, просто на миду вышка. Хотя... Так себе. Так себе. Тауэр падает. Думал, побыстрее будет. На ботаме вся команда Майнсенити вышку будет забирать. И дефить ее бесполезно. Лучше разменяться. Потому что здесь Шэдоу Финт как разультуется, будет больно. Тем более, Аегис есть. Ну, два раза его убивать будут проблемы. Аегис кончится через минуту. Поэтому, действительно, сейчас драться просто нельзя. Сломали вышку. И должны отходить. Должны. А что за бред? О, они вышку оставили. Но тут, правда, есть Константин. Вот он как раз таки будет ее, скорее всего, добивать. Потому что здесь что? Иллидан, Тир 2, Харасит. Иллидан пол вышки уже сломал. У него хобус поставляется. Пошел к конкассе. Паншит силы. Вешаться. Если стан. Лизард дает свап. Стан. Даже без мистик флеера. Просто рейс. Пошел на отводы. Хорошо. Здесь Константина. Пытаются убить. Очень больно. Не попадает. Айс Пласс, к сожалению. И нужно улетать. Нужно улетать. Асус Палор. Ничего абсолютно сделать не могут. Хорошо. Аз Глинка также уходит. Сейчас Гоги. Иллидан. Касту телепорт. Уходит. 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 Все в порядке. Здесь Магу надо бежать. Но Магу здесь уже никто цеплять не будет. Все же моспит там немаленький. Ну, Тоги, Снайпер и Бристалбэк. Ну, Размин ровный выходит. Ну, как немаленький. 360. Это особо не моспит. Ну, есть чардж, конечно, да. Есть чардж. И за чарджа его будет ловить крайне сложно. И Владмерс по чуть-чуть появляется сейчас у брат Рума. А ты посмотри, Владмерс очень хороший вещь. Чисто Маг на команду. Работают на команду. Не на себя. Не какие-то там артефакты. Так ему Владмерс как бы сам неплох. И самому приятный. Для команды. Для того же. Ну, хотя у троля есть Доминатор. Там Аура все же. Аура работает. Аура всегда приятно. Так. Ну, и что ж по троллю. Сэндж Яш 2000. Я не знаю. Может какой-то сразу Скади себе купить. Попробовать. Ну, вот что от Элидана ждать. Следующим артефактом. Я говорю, что с Волком. Дэмэджа очень много. Под Волком там, конечно, беда. Я бы, конечно, настаивал на БКБ. Но это Элидан. Но БКБ против Престалбека Винги. Ну, хотя да. Там Вой Элидан приходит. И просто пару тычек буквально. Мстфер не почувствовал. Да, все правильно. Вышел, убил. Не проблема. А Константин пока что подфармливает Эншентов. Есть 400 золота сверху после Вангварда. Что-то как-то очень медленно все у Константина происходит. 5000 нетворца. Крайне мало. А из Бластик полетел. Попадает в Боги. Ну, и здесь... Надо бежать. Маг остановился. Хорошо. Ну, вот понимаешь, у Престалбека 2-5. Очень беда. 5 смертей. Это очень много. Для Майнкерри, по сути, команды Майнценити. Вот поэтому у него и беда с сайтом. Ничего нет. Майнкерри СФ. Майнкерри уже давно СФ. Ну, да-то. Ну, потенциально-то. Бристалбек стоялся как Майнкерри. А тут вот... Ну да, Шэдофин 3500. И что же Милан фармит? Тоже, возможно, Скади вполне в данной новой доте. Я не думаю, что это будет какой-то Юл уже. Юла особо здесь. Ну, конечно, конечно. Это будет более серьезный артефакт. Возможно, это будет даже Баттерфляй. Я не удивлюсь. Почему бы и нет? Баттерфляй очень хороший выбор. Но нужно ХП. Нужно ХП. И поэтому Скади это процентов, наверное, 80. Баттерфляй 20. Больше вариантов я, к сожалению, не вижу с Ситли СФ. Ну и у Лидана 3500 так же. Пока не спешит что-то покупать. Шейкер. Без Блинкдаггера играет. Купил себе Става Визардри. Ну и, собственно, будет выходить, как я понимаю, Форстав. Может, по Юл вообще какой-то. Посмотрим, что ФНГ тут изобрел. Что новенько на Миду. Выход в Гоги. Пошел ультимейт от Баратрума. Айс Блаз. Ну и Гоги. Отдыхай. 50-50, вернее. Ну так, вот Лил уже там доминейтинг. Вторая часть Аганима появляется потихонечку. Второй уровень. У Лил вообще все круто. Верпэмми, да, спойнт, бустер. Жесть. Артефакт. Ну и по общей ценности он почти догоняет папу. Он перегнал Бристалбека. Саппорт Энштопорейшн. Ну, фарминг, кстати, он леса. 40 крипов у него есть. Поэтому не особо, потому что это удивительно. ФНГ. ФНГ сейчас просто со смертью играет, на самом деле. Никто даже не полез, думаю. Да нет, ФНГ этот. Свои фиссуры. И Блинкдаггер у Снайпера. Ну, опять же, айтем не странный. Хороший, хороший айтем, да. Куда-то прыгнуть, начать настреливать, чтобы его никто не видел. И покупай тебе Иллидан БКБ. Просто редклик. Ну, ты был прав, действительно БКБ. Но на верочку Иллидан играет. Все же теперь файти. Как Иллидан останавливается? Реально, как? Только там кастуется Соник Вейв. Все. Да не остановит уже тролля здесь Соник Вейв. Кстати, Аганим появился. Да, есть Аганим у Квин оф Пейн. Но все же Иллидан слишком силен. 1500 хп. Сейчас там добавок еще, наверное, будет себе... Ну, побольше. Побольше сейчас будет из-за БКБ, естественно. И то есть врывается вся толпа с магом, с троллем, Снайпер, Шейкер, Айс Бласт. Навряд ли получится остановить, конечно, этого тролля. Да, кстати, а что у нас там у Исэфа и Усэфов? Да, появляется Иглсонг. Ну, я и говорил о Батерфляе, но все-таки Скаде, наверное, было бы поинтереснее. Ну, Батерфляе, да. Хотя, опять же, три героя, которые наносят очень много дэмэджа. У тебя есть БКБ, то есть магический урон тебе, по сути, не важен уже. У тебя 10 секунд. Он не важен 10 секунд, да. А потом что? Ну, в смысле 10 секунд это очень много. Ну, если Баратрун-то прыгнет с ультимейтом своим, то, ну, я не знаю. 10 секунд все же это очень много. А Батерфляй, ну, то есть за эти 10 секунд просто тебя может убить тролль. Он может тебя забашить сквозь БКБ и не отпустить вообще. Вдобавок, там есть снайпер. Поэтому Батерфляй вариант тоже хороший. Ой-ой, смотри, Лидан один в лесах бегает. Просто в чужих лесах один против четырех. Но тут Милан. Находитесь, Милан, это Лидан. Пошел в ботатренс. Милан, БКБ прожал. Свап. Станчик. Или Лидан тоже сам включил сейчас БКБ. Лидан по конца воюет под доминатором. Что он творит? Посмотри, просто один против пятерых бегает. Милан. Ну, еще убил. Вот так вот. До конца гейминг просто. Создает спейс в своей команде. Ребята ломают просто тир-2 вышку. Два в один разменялись. Все же за Лидана получили очень много сейчас Майнсэнити. Не стоило там, конечно, одному находиться, Илье. Но неплохо. Убил двух героев. Сломали тем временем массу споллар-вышку. Ну, должны сейчас, наверное, разбегаться. Потому что, хотя, маг говорит, я никуда... Я разбегусь. Я разбегусь. Зачем воевать? Бристлбэк без маны почти. Тип-аут. А сбить нечем. Ну и все. И улетел. Вот так вот. Все очень просто. Гоги. Подцепил. Ну, да, может, там не хватит. Нет уж еще Аганима, да? Аганима нет. Но вот Аганима это совсем скоро опаришено. Чуть-чуть остается. А есть Мидас и фармит он лес. Поэтому, конечно, очень быстро у Лила появится Аганим. Ну, вот сейчас даже он линию здесь подпушивает. На него никто не выходит. У него 4.06. Ну, вот Лила нормально. Все выформил. Вполне 18.9. Ну и тролль. В итоге, там, после этого файта остался в плюсе. Ну да, он повалялся в таверне. Там 60 секунд. Выходит назад. Ну и 1500. Но теперь, по-моему, в Скаде вот само то. Для ХП вполне сойдет артефакт. Ну и Shadow Fiend. Паттерфляй. До сих пор не готов. Купил ли там что-то? Он вообще нет. Ничего не купил. Ел он просто дальше фармит. Надо и байбэк. Без байбэка тут все может быть очень печально. Баратрум. Есть оверклап. А что это будет? Я все-таки за Сашу... За Алибарду голосую. Алибарду. Ну да, лучше Алибарду. Но я не думаю, что это БКБ уже будет у Мага. Точно. Почему? Ну, Маг в принципе и без БКБ-то выживает. У него столько ХП, у него армора хватает. А Алибарду. Действительно, крут артефакт. Здесь Иллидар снова пятерых. Ну тут уже Маг есть рядом. Так что можно и вдвоем там повоевать. Появляется Грейджин и уже Молнию Снайпера. Молот Шторы. Молот Шторы. Молот Шторы заварен. Ну, Снайпер, да, Фобоса тоже оставили. Он фармит. Так, смотри, на топ Иллидар снова бегает, гуляет. Сидит в Молке палит, возможно. Ну а почему не выйти? Майнсенити. Один или Дан. Так, возможно, не один или Дан. Вот в чем проблема. Есть Вард. Да, но Вард где? Возможно, там сзади все в смоках стоят. Потому что Асус фармят свой лес. Вижена нету Майнсенити. Ой-ой-ой, как там клацаешь очень громко. Так, ну и Бристл Бэк. Фармит себе БКБ. Притом оно уже почти готово. Ну, будет БКБ в ангарте. Ну, я не знаю, пока Бристл Бэка на карте реально не видно. От него как-то пользы не очень много. Смог. Ну и на Рошана выход, конечно. Снайпер у нас ДД еще есть. Под Момом. Плюс Молния. Ну и посмотри, что с Рошаном вообще и Бэтл Трэнс. 0.32 скорость атаки. Да, я видел, конечно, побыстрее. Но я говорил про пулеметчика. В принципе, похоже довольно-таки. Так, здесь Драко зацепили Митча. Митч будет погибать. Митчу просто размазал там. Довольно плохо. Силенсы нет. Надо отходить. Без Скаймага воевать уже очень сложно. Ну и понятно, Асусы пойдут на Тер-2. Стоит там вышечка. Дэфити, скорее всего, уже никто не будет. А Дэфити просто нечем. Просто нечем ее здесь Дэфить. А у СФ Баттерфляя как раз-таки еще нет. Очень долго как-то. Сколько уже Милан-то его фармит? Вот как-то задержался. Хотя казалось, там будет в минуте 23-24. А тут уже 28-я пошла. И все до сих пор. Нет его и нет. Ну и... На минуте действительно вышка падает на халяву. Никто и не Дэфит. Пытается как-то... Хотя бы мы рассеялись зафармить леса, прокушать лейн, но это все выглядит достаточно смешно. И что, на Тер-3 заход? Слушай, а почему нет? Есть Айгис. Почему и нет? Действительно. Заходит спокойненько Иллидан. Начинает здесь ломать. Под батл тренсом очень больно. Нужно ставить глиф. Глиф довольно поздний. Как раз-таки ребята вышли в этот же момент. Заходит обратно Иллидан. Но крипы далеко еще. Нужно дождаться их, пока вот они идут. Полвышки нет. Даже больше. Больше, чем полвышки сломали. И глифа тоже нет. Вот это беда. Его не будет еще долго. Иллидан просто откидывается. Ну, заход еще один будет. Там, правда, есть венга. Как-то засвапать бы. Убить того же снайпера. От роля убивать бесполезно. Два раза это забей. Ничего они не сделают. А вот снайпера подцепить было бы приятно. Опять под утренц. И смотри, Фоба, что творит. Фиссура по двоим. Отлично. Еще бы Айс Бласт бы полетел. Ты просто Константина. Размазывают сейчас здесь. Маг ворвался. Хорошо. Айс Бласт попадает по Милану. Отличный фраг. И просто выходят ребятки. Падает здесь чуть-чуть Тауэр. Фобос должен добивать вышку. Будут ее, наверное, динаить. Да. И отходит, что ли? Да, там полетел. Парижа нет. Не полетел. Отмел телепорт. Клинул говорит, что ты слабый, что ли? Давай ломайтесь. Зачем тебе тир-два вышка вообще? Тем более есть. Айс Бласт с Аганимом. Врыв Гоги. Гоги свапают. Лизард дает стан Мага. Сайленсы вот эти вот по крипам сейчас. Регени чувствуется. Абсолютно, да. Ну да. Немножко кнопочки Майн Сенте. Все-таки не так нажимает, как стоило бы. Еще и барак задонайл. Ой-ой-ой. Какой опасный. Ну да. Ну, милишный барак убили. Все, по сути, стороны уже нет. Можно отойти. Да, побежали ребята на базу. Там отрегениться. Купить артефакты. У снайпера появляется кристаллист тем временем. Ну, вполне неплохо. И тролль. Демонейдж. Ну, будет МКБ. Все, вот он бутерфляй как бы. И толк от этого бутерфляя. То есть скадит. Уже нет. Да, уже действительно. Уже нет толка от этого бутерфляя. Довольно поздний он появился. А вот Милану, кстати, вот если было скаде, можно было следующим артефактом тоже собрать МКБ. Потому что тролля в любом случае миссы. Вещь противная. Да и, возможно, и снайпер когда-нибудь там тоже бутерфляй себе сделает. Так что Милан немножко неправильно сейчас артефакты выбрал. Ну, возможно, немножко переоценил свои возможности насчет этого бутерфляя. Хотел он слишком его быстрый. Слишком быстрого, к сожалению, не получилось. Там постоянно бегал тролль. Не давал ему возможности уфармливать этот бутерфляй. Поэтому вот так вот. В принципе, есть заслуга и Лидана в этом. То, что бутерфляй настолько поздний. Так, ну и смог здесь какой-то от команды Майн Сайонити. В принципе, можно Лидана подцепить. Но там опять же Айегис имеется. Ну и отойти. Что тут делать? Команде Майн Сайонити делать нечего. По графикам там уже беда. Я думаю, прекрасно видеть, что там происходит. И по опыту, и по деньгам. Ну, Майн Сайонити отпустили все, что у них было. Да, конечно, Асус гораздо сильнее. 30 минут длится у нас уже игра. И за эти 30 минут мы ничего интересного не показали. Так, побежал Мак. На кого? А, на руну просто. Ну и все, Лидан. Везет уже себе МКБ. Ну, прийдем с МКБ уже можно будет заходить на ХГ. Там на Миду голый. А, тут на Миду уже один барак остается всего. Тут все просто вполне. С Айегисом. Да, Айегис должен пропадать на самом деле уже минуту, по-моему, через полторы. Ну вот как раз-таки за эти полтора минуты идти. Идти на топ. Лилл будет стоять рядом. Кеннис Вайз Бласт. Появляется Обливион Став. Рефрешер еще себе хочет, наверное. Ну вот Лилл. Нафармил так нафармил. Реально, тут по общей ценности он возле Квапы примерно находится. Квапа оформила всю игру. Квапы, ну вот пытается Хекс себя нафармить, но очень долго. До него 1700 золота. Да, конечно. Появится ли он в этой игре вопрос вообще? Вот, да, да, именно. Battle Trance. Клифа нет. Клифа еще нет полторы минуты. Ну и вышка. До свидания, по-моему. Да, там Фобос не разбирается просто. Хорошо, сломали. И вот он Милан с Баттерфляем. Вот он стоит. Окей. Минус барак. Скаймага такой тайный. Драка, драка, драка. Гоги погибает здесь. Гоги, хороший эхо слэм. Только зачем вообще было его сейчас юзать? Там Бристилбек все равно пытается как-то навалить всем в БКБ. Особо у него это не получается на развороте. Получает очень много демеджа. А Эли Дан там пока что в соло разбирается. Ты просто. Сильно, минус три, минус четыре. Ну и Скаймаг стоит один. Чудо Финн байбэк. Зачем не лети сюда? Милан прилетел. А Милан надушнее. А там есть БКБ. Там есть БКБ. И что? А Башики. Илли Дан побежал. Н6 славил. А Егис пропал. А Егис пропал у Илли Дана. Чудо Финн разультовается. Ну, нечем там особо улететь. Просто 23 души. Да, и Милан будет, конечно, здесь погибать. Я думаю, это ГГ. Не будет Милана целых 80 секунд. Падают две стороны. Команда Майн Сэнити до конца. Нет. Все. Сдаются. 2-0. Ну, в принципе, я не знаю, был супер легкий матч для команды Асус, либо немножко они... Попотели. Попотели. Никто не спорит. Ну, в первой карте там была беда. И вторая, по сути, карта была беда в начале. То есть... В начале почему-то у команды Майн Сэнити все хорошо, а дальше беда. А дальше не знают, что делать. Ну, так Асус и споуллеры просто понимали, как раз-таки, что им нужно вообще по игре, что им нужно делать, что и как. Все у них очень успешно получалось. Я бы не сказал, что Асус слегка, прям легчайшие две карты забрали. Нет. Пришлось им немножко потеть. Не столь, возможно, сильно, как в некоторых там других матчах. Ну, 11-2, или Дан на тролле. Все очень... Ну, и Лил без айтемов. Как бы, все по-стандартному. Если чего-нибудь.